Добрый день суток, дорогие друзья! Вновь вы на канале Новые Горизонты! Сегодня, дорогие мои, в понедельник началась новая трудовая неделя. И, конечно же, я вас сейчас хочу пригласить приготовить вместе со мной замечательный... Дорогие мои, а для теста нам понадобится 2 стакана муки. Посмотрите, друзья, просеянной мы просеиваем 2 стакана муки. Нам понадобится 1 яйцо, 1 треть стакана ледяной холодной воды, масло сливочное. Вот такое масло у нас летний лук от нашего производителя. В этой пачке 180 градусов. Ой, 180 грамм, друзья! И я где-то 150 грамм масла нам понадобится. Ну, может быть, уйдет все. Мы посмотрим. Масло должно быть мягкое. Посмотрите, я его специально достала пораньше из холодильника. Мягкое масло у меня. Не холодное я буду делать. Можно, конечно, холодным натирать вместе в крошку, но я хочу масло мягенькое. Вот таким образом, конечно, чуть-чуть соли и чуть-чуть где-то чайная ложечка сахара я положу обязательно в тесто, потому что у меня будет еще выпечка и со сладкими морей. Посмотрите, как получилось у меня тесто. Посмотрите, какое мягенькое. Вот, замечательное. И сейчас у меня есть вот такие формочки, друзья. Посмотрите. Вот эти 4 формочки я буду заполнять нашим тестом. Итак, я сначала тесто раскатаю вот таким образом. Посмотрите. Вот оно, какое получилось. Так, разрежем тесто. Разрежем тесто на каждую формочку. По кусочкам. Ну, каждая хозяйка уже знает, у кого какая форма есть. Тот и так и будет выпекать. Теперь мы это тесто, как бы, это тесто я откладываю для другого пирога, какой я вам покажу. А здесь мы вот эти наши кусочки сформируем вот в такие, посмотрите, замечательные колобочки. Смотрите, друзья, как наше уже тесто поднялось. Вот эти наши колобочки замечательные. И мы теперь подготавливаем формочки. Что делаем? Мы, дорогие мои, конечно же, смазываем наши формочки растительным маслом. Каждое, каждое вот это отверстие прекрасно смазываем. Все три обсыпаю, чтобы не пригорали наши вкусные изделия, наши репечки. Присыпаю вот так манкой. Посмотрите, друзья, вокруг присыпаю. Каждую формочку присыпаю манкой. Каждую формочку, друзья. Ну и теперь, дорогие мои, мы берем наши колобочки, разминаем их руками. Скалка нам не понадобится, потому что тесто у нас эластичное, мягкое. Как готовится тесто, что для этого нужно, вы уже знаете. Посмотрите, я выкладываю формочку и приминаю аккуратненько. Дорогие мои, я ставлю наши формочки на противень. И мы при температуре 180 градусов на где-то 25-30 минут мы отправляем с вами в духовку. Нашей выпечки будет состоять из творога. Пачка творога. 150 грамм сливок я взяла. Можно взять баночку сметаны маленькую. Затем, друзья, сюда 3 ложки сахара, пачечка винилина и желток одного яйца. И сейчас погружным блендером я все взобью. Вот, замечательно, получилась вот такая масса. Посмотрите, друзья, я сейчас вам покажу. Посмотрите, какая красивая масса получилась. То есть вы уже, друзья, поняли, что мы корзиночки наши будем заполнять вот этой творожно-сливочной массой. Посмотрите, друзья, и с дополнения сюда могут пойти у нас орехи, друзья, изюм, курага мелко нарезанная или уже какие-то... Вот у меня остался комочек теста, и я хочу приготовить открытый пирог уже в формочке побольше. Я таким же образом сейчас тесто разминаю. Его можно разминать без скалочки, потому что тесто хорошо поддается, очень эластичное, мягкое. Вот такую лепешечку, друзья, посмотрите, вот такую лепешечку мы сделали. И сейчас, дорогие мои, я сюда налила растительное масло, как говорится, чуть-чуть. Смазываю все бачка нашей формочки. Таким же образом, дорогие мои, я посыпаю наши бачка манной корбой. Я, друзья, делаю так. Это уже надежно, чтобы не отставало, ой, вернее, не приставало. Вот так вот я манкой обсыпала, дорогие мои. Здесь так же вот опускаю наш пласт теста, приминаю аккуратненько, посмотрите. Вот таким образом приминаем. Посмотрите, друзья. Каждую лечеечку формы мы заполняем нашим тестом, дорогие мои. И отправляем так же на 20, 25, 30, смотря у кого как печет духовка, при температуре 180 градусов, отправляем, друзья, дорогие мои. Вот наши маленькие формочки с тестом уже, посмотрите, готовы. Практически, вот сейчас они горячие, достала только. Ну, духовку я сделала на 200 градусов, поэтому 15 минут и готова. Смотрите, друзья. Вот, сейчас они остынут, и мы с вами будем заполнять наши начки. Уже практически, как говорится, подостыли. Я сюда на дно выкладываю малину, друзья. У меня в этом году малины много, поэтому я, как говорится, заготовила малину в проб. Вот малину положила, и мы сейчас будем наливать нашу вот эту замечательную творожно-сливочную смесь в наши формочки, друзья. Ну, я хочу сказать, где-то ложки подведу, дорогие мои, потому что чуть-чуть будет увеличиваться наша начинка, приподниматься, когда при запекании. Посмотрите, по две большие столовые ложки. Очень красивая получилась, получается вкусная начиночка. Ну, я чуть-чуть добавлю. Ну, друзья, вы уже помните, пачка большая творожка, 150 грамм сливок или сметаны и желток одного яйца, три ложки сахара и пачечка винилина. Итак, друзья, посмотрите, формочки вот таким образом мы заполнили. Вот таким образом, друзья. И ставим еще где-то формочка наша для открытого пирога. Кыш приготовлено. Вот уже тесто подготовлено, спеклось. Мы сюда, друзья, добавляем начинку. Посмотрите, какую начинку я приготовила, дорогие мои. Одну большую грудку. Я порезала одну большую грудку. Посмотрите, перец болгарский, приправы, соль по вкусу. И все перемешиваем. Посмотрите, все перемешиваем, друзья. Можно, конечно, добавить грибочков. Вот у меня здесь грибочки. Я уже на зиму, как говорится, заготовила. Я сейчас вот сюда их выкладываю. Заморозила грибы. Лесные грибы, друзья. Так, вот горсть грибочков добавила. И, конечно же, немного сливок. Немного сливок. Где-то грамм 100-150. Я люблю, друзья, вот такие сливки. Это не для рекламы. Домик в деревне 35%. Процентов хорошие сливочки. Прекрасно выручают. И в сладкой выпечке, и выпечка для души. И вот такая масса у нас получилась, друзья, прекрасная. И мы эту массу выкладываем в нашу формочку. Посмотрите, друзья. Я выкладываю её. То есть открытый, замечательный, вкусный пирог получится. Вы можете по вкусу сюда положить дорогие картофель. С любым мясом. Можно, друзья, с луком, яйцом. Но у меня уже где-то есть ролик. Я записывала открытый пирог. Посмотрите, вот таким образом мы разложили с вами. Посмотрите, он горячий. Форма ещё пока горячая. И где-то минут на 25-30. Вот, посмотрите, друзья. Мы отправляем наш открытый пирог в духовку запекаться. И при приготовлении, друзья, мы с вами обязательно... Смотрите, вот эти наши формочки. Посмотрите, у нас уже готов наш открытый пирог киш. Он совсем готов. Всё. Я проверила. Вот у нас даже и перчик, и грибочки. Мясо готово. И сладкая наша выпечка тоже готова. Посмотрите, даже малинка проступила. Сейчас я, дорогие мои, освобожу от формочки. И покажу вам, как всё выглядит в разно. Смотрите, как всё выглядит.